Успехи России посеяли сомнения в поддержке Украины на поле боя у западных лидеров. Об этом пишут британские Financial Times. В статье, посвященной завершившейся конференции по безопасности, подчеркивается, что если год назад на встрече преобладали оптимизм по поводу снабжения Киева оружием, то теперь лидеры западных стран с негодованием заявляют о проблемах с поставками, которые срочно нужно решать на фоне успехов России. На самой конференции страны НАТО активно обсуждали риск столкновения с Россией. Кроме того, по данным газеты «Вашингтон-Пост», участники конференции также обсудили создание альтернативы Североатлантическому альянсу в случае переизбрания Дональда Трампа. В знак своего единства против России участники Мюнхенской конференции собрались на вечеринке под названием «Ночь свободы». Как все было и о чем говорили в Мюнхене, узнаем у нашего европейского корреспондента Сергея Курохтина. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Какие настроения царят в Европе по итогам конференции? Ну, не будем преувеличивать значение Мюнхенской конференции, хотя это, конечно же, важное событие, но на общее настроение в Европе все-таки она влияет не так сильно. Если уж говорить о настроении Европы, то на этой неделе, например, планируются очень крупные протесты фермеров по всей Европе, и это европейцев волнует гораздо больше. Тем не менее, если уж мы говорим о Мюнхенской конференции, то очень важной составляющей как раз и было то, что лидеры европейских стран, которые собрались на Мюнхенскую конференцию, хорошо понимали, что угроза со стороны России больше не воспринимается европейцами как одна из главных угроз. На эту тему был опрос накануне Мюнхенской конференции, который ясно показал, что европейцев гораздо больше волнуют другие проблемы, и миграция, и, возможно, экстремизм радикальный, климатический кризис, прочее, прочее. А Россия ушла, как угроза со стороны России, ушла уже вниз в этом списке. И именно поэтому очень многие выступления на Мюнхенской конференции политиков европейских и мировых стран были как раз вновь и вновь посвящены теме именно конфликта Украины и России, и именно угроза со стороны России, потому что они хотели еще раз, так как эта конференция достаточно широко показывается в европейских средствах массовой информации, хотели еще раз напомнить европейцам об проблеме со стороны России, о том, чтобы население поверило, что это реальная угроза, для ликвидации которой нужно потратить дополнительные средства. Получилось это или нет у участников Мюнхенской конференции? Ну, например, издание Tagesschau, это сайт ведущей телекомпании Германии АРД, он на этом сайте, статья, посвященная итогам Мюнхенской конференции, озаглавлена очень-очень символично. Шок в начале, а потом полная беспомощность. Почему? Потому что то, о чем говорили на Мюнхенской конференции лидеры европейских стран, о том, что, как правильно вы сказали, Александр, необходимо усиление поддержки Украины, а для этого необходим рост поставок вооружения и увеличение производства оборонной промышленности. Так вот, для всего этого в Европе не хватает ресурсов и нет резервов. И для этого нет, для этого есть и финансовые проблемы, так как в бюджете сейчас предусмотреть дополнительные расходы невозможно, и, например, бюджет Германии, самый яркий тому пример, для того, чтобы его увеличить, там идут на сокращение субсидий для тех же фермеров, как мы знаем, и так далее. Плюс к этому нет вот той поддержки населения, которая согласилась бы на то, чтобы деньги тратились именно на это, и мы видим, что во многих европейских странах проходят сейчас демонстрации, которые как раз выступают против усиления поддержки Украины и траты дополнительных средств на это. Плюс к этому, конечно же, очень многие, выступая на Мюнхенской конференции, говорили о том, что в Мюнхене присутствует невидимый гость Дональд Трамп, чьи заявления о том, что республиканцы блокируют помощь Украине, о том, что Трамп в случае его избрания не предоставит гарантии безопасности странам НАТО, которые не тратят на оборону необходимых средств и так далее. Вот все это тоже передавалось на Мюнхенской конференции как проблемы, но никогда не говорилось о том, каким образом эту проблему можно решить. Вот именно поэтому издание, сайт Тагис Шау и выбрал заголовок как полная беспомощность. И нужно вот что еще сказать, Александр. Все-таки у Мюнхенской конференции есть две части. Публичная и внутренняя. И вторая не менее, а то и более важная, потому что когда в Мюнхене собираются лидеры многих стран, очень важная часть это то, как они встречаются и ведут переговоры за рамками этой Мюнхенской конференции. Благо сам отель, Байри Шихов, где все это происходит, он прекрасно для этого как бы спланирован и существует. Он прекрасно для этого сделан. Это крупный отель, но при этом там очень много отдельных комнат, много коридоров. И там всегда можно найти место, где вы хотите тихо и спокойно что-то обсудить или переговорить. И такого рода переговоры во время Мюнхенской конференции происходят регулярно на самых разных уровнях. Ну вот мы знаем, что и лидеры, например, Азербайджана и Армении встречались во время Мюнхенской конференции. Но я хочу сказать о другом, о том, что вот как пишут немецкие средства массовой информации, во время вот этих встреч за рамками конференции очень важную роль, важную часть принимали как раз представители военных заводов, оборонной промышленности Европы. Чего они хотели услышать? Что они хотели узнать? Не будем забывать, что очень важно следующее. В Европе оборонный бизнес, военное производство, это, как правило, частный бизнес. И когда европейские лидеры говорят о том, что нужно увеличивать производство ракет, снарядов, всего военного вооружения, то частный бизнес требует от них гарантии того, что все, что они будут производить дополнительно, а для этого нужно создавать новые заводы, нужно расширять производство, вкладывать очень серьезные средства. Есть ли гарантия того, что все, что они произведут, понадобится и будет востребовано? Публично, да, лидеры европейские говорят, необходимо все это делать и подниматься на новый уровень военного производства в Европе. Могут ли они это сделать физически, то есть дать эти гарантии, обеспечить вот этот бюджет? Ответа на этот вопрос они не получили, пишут немецкие средства массовой информации. И именно поэтому вот это ощущение беспомощности, пока есть только заявление, получится это или нет, готовы ли европейцы реально перейти на новый уровень финансирования военного производства, ответ на этот вопрос так и не получен. И вот из реальных вещей, которые мы узнали, как раз, кстати говоря, во время вот этой вечеринки, о которой вы упоминали, она действительно была организована в Мюнхене. Все-таки не будем забывать, при всем, ну таком, ну не трагизме, но такой тяжелом состоянии, тяжелого восприятия происходящего, все-таки в Мюнхене хотели отметить, что это конференция юбилейная, 60-е. И, соответственно, устроили вот эту самую вечеринку. И как раз вот там прозвучало заявление о том, что одним из вариантов решения проблем Европа видит, как создание должности министра обороны Европейского Союза, такого, как мы знаем, не существует. И уж коли Европейский Союз боится то, что США может удалиться от поддержки военно-европейского Союза, то, соответственно, нужно создавать свое собственное Министерство обороны и своего собственного министра обороны. Во всяком случае, Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, уже публично заявила, что она выступает за то, чтобы такая должность Европейской комиссии появилась. Но, как мы прекрасно понимаем, это все пока только слова и заявления, и что за ними последует, очень-очень трудно пока предсказать. И как с этого мы начали, Александр, о том, что вот итоги этой Мюнхенской конференции настроение в Европе точно не улучшили. Спасибо вам огромное, наш европейский корреспондент Сергей Курохтин. СИФМ. Первые о главном. Десять лет назад на Украине началась трагедия, развязка которой наступает сейчас. Майдан, организованный политиками и вожаками националистов, проплаченными Западом, совершил государственный переворот. Все лидеры тогдашнего Майдана удачно устроили жизнь. Они разбогатели, и большая часть покинула Украину, перевзя свои сколоченные после госпереворота капиталы. Они отправили их в Соединенные Штаты и Великобританию, как и свои семьи. Сейчас они не испытывают ни малейших угрызений совести по поводу разрушенной имя страны и сколоченной жизнью десятков миллионов людей. О том, как сложилась жизнь лидеров Майдана, расскажет Владимир Синельников. Спустя 10 лет после кровавой трагедии, лидеры Майдана по большей части уже забыты. Практически все они завершили свою политическую карьеру, что вполне закономерно. Украина разочаралась в Майдане уже давно и, соответственно, в тех, кто призывал бороться за честную и справедливую власть, но, как всегда, на Украине обманул. Личная судьба всех лидеров Майдана в целом удалась, в отличие от остальной Украины. Арсений Яценюка назначили премьер-министром Украины. Так решил не народ Украины, а помощница госсекретаря США Виктория Ноланд. Уже спустя всего год после Майдана рейтинг самого Арсения Яценюка упали практически до нуля из-за полного развала экономики. Однако Арсений успел обеспечить свое личное благосостояние и, завершив недолгую, но плодотворную для него лично политическую карьеру, переселился в Соединенные Штаты, в солнечный штат Флорида, где обзавелся элитной недвижимостью. По слухам, которые в свое время поддерживал даже 95-й квартал, в Тишипальм он там пересчитывает второй миллиард. Также удачно сложилась личная жизнь Юрия Луценко, который, не имея юридического образования, был назначен генпрокурором. Не раскрыв ни одного громкого уголовного коррупционного дела, он благополучно после сложения полномочий уехал в Лондон, где также обзавелся элитной недвижимостью, происхождение которой остается неясным. Виталий Кличко, которому не повезло. Евросоюз его прочил в премьер-министры, однако Виктория Ноланд предпочла Арсения Яценюка. Кличко, тем не менее, стал мэром Киева. Первые его красноречия уже давно цитируют как классику того, как мне надо говорить. Вполне вероятно, что именно Кличко наиболее наглядно доказывает, что на Украине для занятия политикой интеллектуальные способности не нужны вообще. Однако лично у него тоже все прекрасно. Уже почти 10 лет он мэр Киева и сумел удержать власть, даже вопреки конфликту с президентом Зеленским. У Кличко большой особняк в Гамбурге, 720 квадратных метров и вид на жительство Германии. И выглядит Кличко вполне довольным жизнью. Также вполне удачно сложилась личная жизнь Дмитрия Яроша, лидера запрещенного в России правого сектора. Именно боевики правого сектора были основной ударной силой во время столкновений с милицией и после победы Майдана развязали террор против оппозиции. Попутно правый сектор конфисковал автомобильный парк бывшего президента Януковича. Карьера Яроша завершилась также очень быстро, фактически уже в 2015 году. Ярош по этому поводу не горюет, он отошел от дел и сделал операцию в Израиле и в целом очень неплохо устроился в жизни. Все прекрасно и у Александра Турчинова, которого прозвали кровавым пастором. Бывший исполняющий обязанности президента, который развязал гражданскую войну в стране, также отошел от дел, но вполне благополучен. Из тех, кто получил известность случайно, как так всегда бывает во время социальных потрясений, наиболее известен голый казак Гаврилюк. После попытки самосожжения, когда его переодевали милиционеры, видео голого Гаврилюка было представлено, как якобы проявление террора милиции против мирных манифестантов, благодаря чему Гаврилюк в качестве жертвы режима попал в Верховную Раду. И там очень неплохо поправил личное благосостояние. Обзавелся огромным домом в Карпатах и парком личных дорогих автомобилей. Естественно, никто не поинтересовался, откуда у него деньги. Еще один известный персонаж Майдана, девушка со слоганом «Я девушка, я не хочу в ТС, я хочу кружевные трусики и в ЕС». Ольга Значкова. В Европейский Союз она так и не попала. Потом с арказм судьбы искала работу актрисы в России. Анастасия Дмитрук во время Майдана прославилась коротким стихотворением «Мы никогда больше не будем братьями, ни по родине, ни по матери». Она получила грант, однако ее бойфренд, спасаясь от мобилизации, сбежал в Россию. Осталась ярой русофобкой. Представляя свою книгу в Европе, заявила «Придется выявить всех выродков, которые впустили русский мир». Практически все те, кто совершил дела на Майдане, уже отошли от дел. Как говорится, Майдан сделал свое дело, Майдан может уйти. Осталась только несчастная Украина, которая сейчас расплачивается за то, что поверила проходимцам и мерзавцам. Владимир Синельников, Вести ФМ. Польские аграрии продолжают блокировать границу, чтобы в страну не завозили дешевые продукты с Украины. Сейчас на шести сблокированных пунктах пропуска скопилось почти три тысячи грузовиков. Протесты фермеров продолжаются уже много недель, и не только в Польше, но и по всей Европе. Сегодня к ним присоединяются чешские фермеры. Они планируют заблокировать движение автотранспорта у Праги на скоростной магистрали Д1. Она связывает столицу с восточными регионами республики. На связь со студией выходит наш корреспондент Регина Севастьянова. Регина, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, действительно ли настолько серьезные протесты, чего хотят добиться? Действительно серьезные протесты. Более того, они постоянно расширяются. В частности, с завтрашнего дня польские фермеры намерены блокировать абсолютно все пограничные переходы между Польшей и Украиной, а также подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам. Об этом, по крайней мере, заявил независимый самоуправляемый профсоюз индивидуальных фермеров «Солидарность». В соответствующем заявлении говорится, я процитирую, будут заблокированы не только пограничные переходы, но и транспортные узлы, подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам. 9 февраля «Солидарность» объявила о 30-дневной всеобщей забастовке фермеров. Сельхозпроизводители говорят, что протестуют против неконтролируемого наплыва товаров из Украины в Польшу из-за решений Евросоюза, тех самых коридоров «Солидарности». По словам аграриев, отсутствие регулирования ставит под сомнение прибыльность сельхозпроизводства на территории Евросоюза, переработки других отраслей, связанных с сельским хозяйством. Поэтому на 20 февраля в рамках 30-дневной всеобщей забастовки аграриев мы объявляем, что вся протестная деятельность будет сосредоточена на полной блокаде всех польских пограничных переходов с Украиной и протестах в полевых условиях, сообщили в профсоюзном союзе «Солидарность». При этом протестующие призвали общественность поддержать их акцию. Они утверждают, что она направлена на обеспечение продовольственной безопасности в стране. Протесты фермеров, надо сказать, продолжают уже много недель, не только в Польше, но и на территории практически всего Евросоюза. Производители выступают не только против неконтролируемого продовольственных поставок с территории Украины, но также против правил Евросоюза, в частности, связанных с зеленым переходом. Накануне польские фермеры уже начали всю общую акцию протеста в населенном пункте Дарахутск на границе с Украиной. При этом к ним, к польским аграриям присоединились представители других стран Евросоюза. В частности, были замечены коллеги из Германии, Бельгии, Нидерландов, Франции. А в Чехии сегодня сотни фермеров на тракторах и другой сельхозтехники съезжаются в Прагу на акцию протеста. Об этом уже сообщила полиция Чехии на своих страницах в социальных сетях. Говоря о том, что ожидает около 500 единиц сельхозтехники, которая, как предполагает, будет блокировать основные подъездные пути к Праге. При этом руководители крупных аграрных организаций Чехии, в частности, сельхозхозяйственного союза, ассоциации частных земледельцев, аграрные палаты, от участия в блокаде Праги сегодня воздержались, поскольку они намерены выразить вместе с коллегами свой протест в ходе акции, намеченной на 22 февраля. При этом, по информации полиции, на территории Польши уже на протяжении многих недель проходят местные акции протеста. Так или иначе, вы сказали о том, что блокируются дороги и тысячи грузовиков на протяжении уже целых недель стоят на переходах, ожидая каких-либо решений. Добавлю также, что в Восточной Европе, в отличие от Западной Европы, власти официально поддержат позицию своих фермеров. Спасибо, наш корреспондент Регина Феростянова.